Берегите женщин особенно талантливых. Девочки, собрались мы с вами сегодня в очередной раз по прекрасной теме. Это тема Самарского городского конкурса, театральной премии, зрительских симпатий «Браво», лауреатами которой, собственно, вы и стали. Жанна Анатольевна, вы второй раз уже становитесь лауреатом этой премии. Надеюсь, не последний. Надеемся, не последний. Каково? Когда вот уже второй раз, это уже стабильный. Прекрасно, прекрасно. Я не устаю повторять, что эта награда действительно дорогого стоит. И действительно, вот ее не купишь, ее надо заслужить. А тем более, любовь зрителей ради того, ради чего мы, собственно, и работаем. Но это самая-самая сердечная и самая большая и высокая награда. Вероника, у вас это первая премия? Да, это первая моя награда. Вообще? Вообще театральная награда. Вообще первая театральная награда. Ну, какие чувства испытали, вот когда все-таки в руки-то взяли уже эту статуэтку? И вообще, кому первым позвонили? Как там, что у вас происходило? Ну, если честно, я вообще не ожидала. И как бы награждение лучших молодых актеров, оно происходило в конце. И когда вызывали мальчиков награждать, там было два парня. И я подумала, что, возможно, это парень и девушка. Вот. И как бы я надеялась, что, наверное, это я. Потом наградили парней, и девушек не вызывали. Я подумала, что уже и девушек и не будет. Я перестала ждать. Я уже просто смотрела премию. И тут называют меня. И, естественно, я была в шоке. Могу сказать. Какие первые слова, вот слова благодарности, они кому в данном случае? Маме, папе там или все-таки режиссеру, вот, Евгению Борисовичу, или как? Ну, тут как бы слава благодарности сразу всем. То есть зрителям, которые тебя выбрали, режиссеру, который поставил этот спектакль, коллегам, с которыми ты работала. Ну, и, естественно, родным, потому что они нас терпят дома после работы. То есть вы считаете, что терпят? Все-таки приходится. Сложные вы артисты, да, люди? Тяжело с вами? Как я говорю, я сегодня артистка, не домохозяйка. Нет, все, ко мне не подходите. Все прям по углам. Хочу поговорить немножко о спектаклях, за которые вы как раз-таки получили эти премии, Жанна Анатольевна. «Странная миссис Сэвидж» – это премьера прошлого года. И вот к марту месяцу, к маю месяцу, когда поставили урны, он уже, урны для голосования, я имею в виду, в театрах, он уже так собрался, устоялся. Он немножечко расслабился, да, внутри как-то. Как вы считаете, это спектакль, ну, не зря же его зрители выбрали? И почему они его выбрали? Нет, нет, он получился. Он получился, и действительно, как теперь уже время прошло, и можно вот 16 января, 17-го года, будет ровно год, как он идет. И я просто вижу, что, ну, потому что, во-первых, первые спектакли – это всегда чересчур много волнения, чересчур много, так сказать, лишнего какого-то. А потом все как-то устаканивается и находит свою вот эту вот золотую середину. Но я увидела, что зрительский интерес не ослабевает, а наоборот усиливается. То есть мы завоевали как бы вот этот авторитет. И, ну, это как бы сарафанное радио передается, что хороший спектакль, хороший спектакль. И я его бесконечно люблю. Я тогда объяснялась в любви Александру Сергеевичу Кузину. Вот, и продолжаю, что спектакль получился очень нежный, добрый, пронзительный, такой тонкий. Ну, в общем, вы бы сами за него проголосовали. Да, да, я за него бы точно проголосовала. Вероник, что с вашей историей? Расскажите тоже в двух словах о спектакле, как с репетиции. И был ли вот этот момент, что да-да, это вот роль, за которую могут там что-то как-то где-то меня наградить и так далее? Ну, если честно, я никогда об этом не задумывалась. Вишневый сад мы ставили очень долго, ну, порядка девяти месяцев где-то, и он у нас довольно свежий спектакль, потому что он не так часто идет в репертуаре, но все равно мы его очень любим. Быть лучшей молодой актрисой и получить свою первую премию, это навсегда останется вот в памяти? Вы будете помнить через 10 лет об этом, когда уже станете взрослой актрисой, и потом позже? Мне кажется, я на всю жизнь это точно запомню. Вы так улыбаетесь, мне кажется, что вы еще не совсем верите в то, что вот вы эту статуэтку получили. Мне кажется, это где-то вот вы отдельно, статуэтка отдельно. Я так получила, взяла, я подержала, сказала всем спасибо, и потом еще долго думала вообще. Это точно я, это точно мои имя и фамилии. Девочки, ну это прекрасно. Вот скажите мне, пожалуйста, когда в театральной Самаре, да, получается так, что вот есть такие прекрасные женщины, есть вот какое-то, я не знаю, передавание из поколения в поколение актерского, да, я имею в виду, вот какого-то опыта, каких-то знаний. Вот это, что вы об этом думаете? Это хорошо, это правильно? Вы этим занимаетесь, Жанна Анатольевна? Ну я знаю, что вы вот нет-нет, да и подскажете что-то молодым каким-то артисткам. Нет, у меня как раз тут совсем другая история. Я думаю, что надо просто своим личным примером, вот как ты существуешь, как ты держишь форму, в какой готовности ты приходишь на спектакль, за сколько ты приходишь на спектакль. Потому что вот, например, я помню себя молодой, я знаю, что Николай Николаевич Засухин, он приходил за 4 часа. Вот, например, Ричард Третий. Да, он там клеил этот нос горбинкой, как бы это надо было время, но я думаю, что это не только касалось клеения носа. Я думаю, он внутренне собирался. Я помню, как Версанна, очень долго Версанна Ершова, ее ждал Николай Николаевич Гузьмин, и я уже спускаюсь, он говорит, ну когда же там, Рыжик, когда Рыжик? Я говорю, да-да, она уже почти, она очень долго выходила из... Это не просто потому, что она делала медленно. Она не могла так вот быстро. Пришла, ушла, это все, набегу. Хотя сейчас время такое, прибежали, убежали. И все-таки вот мне это досталось. Я это видела, я это выбрала. И каждый раз, когда я прихожу рано, мне все говорят, что вы так рано приходите? Я думаю, меня так научили. Как научили? Научили как? Именно примером своим они, потому что они мне подсказывали. И я очень аккуратна с замечаниями актерам, потому что я тоже знаю, что Толя Версана мне об этом сказала, а может быть Михеев сказал мне об этом, Николай Михеев, что это такая особая территория, что туда очень опасно заходить, и ты можешь разрушить что-то. И обычно они не делали замечания. И только если ты сам подойдешь и попросишь, как вы думаете, может быть, здесь вот это попробовать? И тогда они нежно, аккуратно как бы делают. А так никогда не вмешиваются. Это говорит о масштабе личности. Я знаю, что вы и готовились к нашей программе сегодня, тоже заранее готовились, пришли с такой великолепной прической. Вот. И вообще, вот как держать форму? Вот Вероника молодая актриса. Ей, в принципе, форму-то держать вот ничего нет. Или чего-то стоит? Нет, это стоит. Даже после вот этой премии начинаешь уже задумываться, что нужно себя как-то еще мотивировать, и еще сильнее. Как я говорила, мусорным ведром вот так не выйдешь. Нельзя, да? Нельзя накрасить, вот это все накрутить и вынести мусор, потому что на тебя смотрят. Что еще нужно? Нужно, чтобы вот что было? Косметика, волосы, тело, форма. Да. Зубы, руки. Все. Все. Все важно. Девочки, а вот секретами делиться можно? Вот с поклонниками, с поклонницами, например, которые спрашивают, а как вот, как добиться такого результата? Можно свои секреты раздавать направо-налево? С подружками, с приятельницами. Я думаю, что можно, конечно, делиться, и нужно. Но каждый раз, когда меня спрашивают, как ты это держишь, эту форму, я говорю, просто не есть. Правильно. Все. Жанна Анатольевна, еще хочу затронуть одну тему с вами. Бенефис грядущий. О, да. Грядущий бенефис. Ну вот в целом по бенефису мы с вами встретимся еще обязательно, но я знаю, что про вас снимался некий фильм, и даже вот вы нам принесли некие фрагменты, которые разрешили показать, да, аккуратненько рекламный ролик. В трех словах буквально давайте объясним нашему зрителю и вашему зрителю, что это за кино, когда, где его смотреть, а потом чуть-чуть посмотрим. Это мой сын Сергей Сергеевич Надеждин, он работает первый канал Останкино, у него свое отделение, и он вот решил сделать мне такой подарок ко дню рождения, снять документальный фильм. Как создается спектакль. То есть не биография моя, там, прородилась, там, вот, детский сад, там, школа, училище, институт, а именно как создается спектакль. И очень хорошо. Они приехали буквально за восемь дней, и весь вот этот период они снимали. Ну, конечно, первые три дня было очень достаточно тяжело, потому что они везде, они были везде, везде они были. Они за нами бегали, они, то есть это, это немножко и мешало, потому что ты тоже сейчас работаешь над ролью, у тебя скоро премьера, понимаешь, что и это интересно, но потом, когда они уехали, этого не хватало. Ну, вам понравилось. Очень понравилось. И всем понравилось. Давайте, давайте немножечко посмотрим фрагменты, которые нам разрешили приоткрыть завесу тайны и посмотреть, и вернемся. Мама, я хочу, чтобы ты внимательна и делась, чтобы вы едете. Понимаете, состояние это священная речь. Нас воспитала женщина-жведь, принявшая человеческая обличка. Куда ты закопалась теперь, куда девала деньги? Я же говорю, я закопалась. Где, где? Если ты все внутри, скажешь, ну, отдай мне сумасшедший дом. Все, все, все. Что, все, все? Все, все, я ничего не помню. Что значит, ничего не помню? Что значит, ничего не помню? Вот так, что читает, вот так, что читает. Что такое? Ой, дед, не надо быть все осторожнее. Жанн, замечательно, замечательно, только теперь надо побежать. Да, побежать, не просто встать, а просто побежать. Это тонкая игра на струнах человеческой алчности. Режиссер Кузин настраивает спектакль словно скрипку, чтобы брала зрителя за душу. Дай ей воды нормально. Я не могу как-то кричать. Подожди, подожди, куда я его? Мне кажется, вот сюда было. Ой, вот сюда. Это замечательно. Это так и надо сыграть. Жанне Романенко нужно еще покопаться в себе и обнаружить в своем личном опыте и в сценическом, и в жизненном какие-то важные впечатления, которые можно использовать в работе над образом Сэвидж. Слушайте, ну такой неоценимой опыт. Вероника, хотелось бы попробовать себя не только на сцене, но и в кино или в сериале, допустим, в каком-то. Есть такие мысли или, может быть, предложения, или, может быть, вы ездили на какие-то пробы? Нет, хотелось бы, конечно, себя попробовать, но мы уже снимали небольшие короткометражки в Самаре. То есть уже что-то такое немножечко пробовали. Но масштабы, не хватило как бы масштаба. Хочется, конечно, себя попробовать с специалистами, чтобы узнать, как это все, все тонкости прочувствовать. Всю эту кухню. Слушайте, ну вот многие говорят, что когда, ну, попробуешь, ощутишь этот вкус кино или вкус вот такого телевизионного какого-то формата, вот многие не возвращаются в театр, а многие, наоборот, говорят, что ладно, это так, в кино там ради денег, типа, снялся, но душа в театре. Вот как вы думаете, у вас какое отношение вот больше к этому? Вы все-таки больше театральный человек или вы широкопрофильная актриса? Вот как? Ну, хотелось бы все попробовать, честно говоря. Нет такого, что... Я люблю театр, иначе бы я там не работала. Но мне нравится и кино тоже, потому что это совсем другое. Ну, говорят, что в театр, да, мы приходим, это здесь, сейчас, вот ты вот как сейчас сыграешь, так тебя и увидят. То есть это живое общение со зрителем. Но кино, там тоже есть свои тонкости. То есть это нужно именно сейчас выдать ту эмоцию, именно сейчас там что-то вот это произойти должно. В этом, мне кажется, тоже есть большая сложность. Слушайте, ну, мне бы хотелось, чтобы еще были какие-то кинопроекты. Жанна Анатольевна, вы же снимались, да, в одном из сериалов. И была в вас, это обручальное кольцо, там, 4 серии или 6 серий. Но я получила колоссальный опыт, это совсем действительно другое. Это такая разница. Театр и вот то, что снимается, я понимаю, там можно переделать, можно сделать дубль. Но вот собраться, сфокусироваться вот на каком-то маленьком эпизоде, потом говорят, стоп, идите отдохните, сейчас другой кадр будет. Это тоже надо иметь опыт на это. И это совсем другое. Но тоже интересно. Слушайте, хочу спросить про то, ну, такой вопрос, как вы отдыхаете? Потому что вот столько эмоций вкладывается в спектакли, особенно если спектакли большие, тяжелые, да, как то Вишневый сад или Сэвидж. Спектакли насыщенные, очень эмоциональные, и отдача, да, она сразу видна зрителю, и мы бы не ходили к вам на спектакли, если бы не чувствовали, да, от вас эту эмоциональную отдачу. Получали бы энергию. Конечно, не получали от вас энергию. И тут мы в качестве вампиров, наверное, выступаем, от вас немножечко выдергиваем. Как потом восстанавливаться? Есть ли какие-то методы общие, или у каждого это методы индивидуальные по восстановлению собственной личности после эмоциональной вот такой вот выкладки? Ну, у меня несколько есть моментов. Но если отпуск я провожу, предположим, со своими детьми, с внуком, это океан, это море, которое тебя действительно подпитывает, это солнце. А во время сезона, как только я вижу что у меня пять дней свободных, это очень редко бывает, но как только я подхожу всегда к расписанию, вот когда новое вешают, и смотрю, где у меня окно. Как только я вижу это окно, я тут же, меня нет. Я еду в Москву, я общаюсь с ними, я обнимаюсь, я... Свет родных, да? Вот. И потом возвращаюсь опять, готовы, давайте, пейте мою кровь. Любимые зрители, пейте мою кровь, это лозунгом, я думаю, может каким-то стать. Отдаю энергию. Вероника, а вы как? Я тоже общаюсь с родными, потому что мы с ними как бы редко видимся, поэтому нахожу в них свою отдушину, хожу к коллегам, в другие театры, смотрю кино, то есть стараюсь... Ну где-то найти, положительные эмоции. А насчет работы, вот смотрите, сейчас будет Новый год, скоро, да, у нас уже такие напряженные дни. Снегурочкой поработать? Снегурочкой можно, но я думаю, почему нет, проект такой. но тем не менее, будут, все будут, как справляться вот с суетой внешней? Потому что все сейчас начнут везде носиться, будут страшные там пробки, я не знаю, вы едете на спектакль, а там пробка, и вы уже опаздываете, и вот это дергание. Вот оно, оно же не полезно, да, для актерского организма? Совершенно не полезно. Вот за 4 часа? И праздничные столы не полезны. И я очень счастлива, что я последние почти 8 дней до 1 января круглые сутки на сцене, и после Нового года я даже еще утро-вечер, утро-вечер, утро-вечер до самого Рождества. Слушайте, на вас же не распространяются, да, эти праздники-то, в которые вся страна отдыхает? Это хорошо? Вы хотите работать с 1 по 8 января, Вероника? Или планы другие были, но Евгений Борисович сказал, что нет, будем репетировать новый спектакль? Ну, мы уже так привыкли, потому что это каждый год так происходит, что 1 или 2 января мы выходим, у нас тоже по 2 спектакля в день. Да, по 2 спектакля. Мы ждем зрителей как бы каждый день. Это же каникулы. У всех праздники, у нас работа. И так все время. И 23 февраля, и 8 марта, и 1, и 9 мая, все праздники, которые... И даже, вот у меня все время везет, что на Пасху я работаю. Это везет? Ну, я в кавычках говорю. А зритель, он не уменьшается на вот эти... Или наоборот, поток больше, становятся люди посвободнее, да? Не уменьшается, нет, нет, нет. Они гуляют, они развлекаются, они, как раз, отдыхают, им нужны положительные эмоции. Кто-то находит, наоборот, время на театре. Да. Вот выходные дни свои. Вообще, вот то, что вы все праздники работаете, вы получаете... Вы их больше цените, если вдруг выпадает возможность в праздник, вот в государственный праздник тоже отдохнуть? Или вы уже не вообще их за праздник не считаете? Мы даже в это не верим. Не может быть. Да, такого не может быть. Слушайте, хочу о планах с вами немножечко поговорить, потому что премия «Браво» закончилась, это мы все хорошо вас наградили, вы лауреат, и все прекрасно. Но нельзя же останавливаться на достигнутом, правильно? За тот же самый спектакль уже же не получите еще раз в следующем году премию. Что делаем? Нет, почему? Может быть, еще получим. Еще? За тот же самый? Да. Жанна Анатольевна. Ну, кажется, это уже вряд ли. Мы едем в Тамбов с этим спектаклем. В мае в Тамбов. Да, и там тоже конкурсная система. Там мы посоревнуемся. Там чего-нибудь еще можно получить. Да. Чем сейчас занимаетесь, Жанна Анатольевна? Вы как к бенефису готовитесь? Я подготовка к бенефису. Что там будет? Какое платье будет? Какой костюм будет? Брючный костюм или вечернее платье. Как лучше сделать, как Марлен Дитрих в шляпе или как Элизабет Тейлор. Ну, в общем... А можно восемь раз переодеться. Да, можно. Там будет, собственно, спектакль, который вот, как говорят у нас, не последний, а крайний. Сэвидж. А потом будет поздравление. Это, значит, поздравление коллег. Это хулиганство, это капустники. Они будут меня все передразнивать. Уже готовы? Можно ваши наряды? Я говорю, можно. Я уже догадываюсь, что это будет. И где-то они будут и меня задействовать там. Что-то я тоже... Я еще не знаю, еще ни разу меня не вызывали. Я думаю, это ближе к, собственно, этому бенефису. Что-то буду там я тоже с ними. Меня пригласить? Скакать и прыгать. С удовольствием приду. Вероника, насчет капустников. Когда бывают капустники, насколько в них приятно участвовать? Хочется ли в них участвовать? Хочется ли придумывать? Потому что, по большей части, конечно, это молодежь занимается в театре капустниками. Хотя бывают и исключения, когда и не только молодежь. Зрелые мастера работают. Взрослые актеры участвуют в капустниках. Как вы относитесь к капустникам и как это проходит у вас? Потому что я знаю, у вас особенные капустники в театре. Ну, это всегда очень весело, капустники. У нас есть уже определенная группа, которая над этим работает. Группа креативщиков. Да, мы собираемся там либо после репетиции, либо после спектаклей и, значит, обсуждаем долго. Каждый приносит свои идеи, потом что-то отметаем, и бывает, что за 10 минут до капустников все, перечеркиваем, все меняем, и уже идем с другой темой. А зрители на капустники реагируют же иначе немножечко, дальше ли на спектакле? Абсолютно по-другому. Абсолютно. Они же как будто кухню, да? У нас было такое, что вот мы для себя это сделали, хохотали все просто вот буквально по кат. И настолько это было здорово, что кто-то решил, а давайте, говорит, зрителям покажем. В СТД, в доме актера. Другая реакция. Другая. Вот потому что мы-то знаем эту кухню и издеваемся над этой кухней, потруниваем. Это надо знать вот эти все, ну, как тонкости общения, а зритель, он этого ничего не знает. И он просто не... А что тут смешного, собственно? И так они смотрят общую картинку. А вот эти нюансы, конечно. Ну вот у вас на бенефисе будут, я так понимаю, и зрители, которые придут на спектакль как на таковой, и будут еще приглашенные люди вами, да? Да. И я знаю, что приедут ваши однокурсники, я знаю, что приедет даже ваш духовник. Да, Валерия. Почему решили позвать? Вот что так? Что так? Ну, просто он настолько такой интересующийся, и сначала я подумала, я думала, что он так шутит со мной, что, мол, а когда вы меня пригласите в Самару, а я хочу на вас посмотреть, какая вы, вот, как бы, на сцене, в работе. Я сначала думала, что это так. Ну, такой вот какой-то разговор. А потом, когда я говорю, вот у меня бенефис, так он говорит, вы в конце концов меня пригласите или нет? Я говорю, вы что, правда, приедете? Он говорит, с удовольствием. Я его пригласила. Это тоже волнительно, потому что родные — это родные, зритель — это зритель, а духовник — это духовник. Это тоже там... Я всегда, когда исповедуюсь, я как струна натянутая, потому что там, как бы, нельзя вообще никак фальшивить. И поэтому это тоже ответственность. Я думаю, что волнительно будет очень. Ну и здорово будет. И однокурсники приедут? Да. А у вас известные однокурсники? Есть такое. Друзья ваши? Валерий Баринов и Вячеслав Дубровин. Театр Советской Армии. И Валера Баринов сейчас в свободном полете. Ну и мы их хорошо знаем по телепроектам, по фильмам, прекрасные актеры. И ваши друзья, вот как вы считаете, они вот на вас посмотрят? Они же вас... Ну или давно не видели на сцене, или вообще, может, да, как-то не складывалось? Нет. Или видели когда-нибудь? Слава меня видел, когда мы приезжали в Москву, привозили любовные письма. Кстати, я тоже тогда... И тогда Кошинов еще был жив. Это наш художественный руководитель, народный артист. Ну как думаете, они вот посмотрят, хвалить будут? Ждете, что вот... Вы хотите им понравиться? Вот уже вот так, в каком качестве? Я хочу выключить этот контроль. Я думаю, что у меня такая волна захлестнет, волнение, что может как раз вот... Я хочу забыть об этом. Я хочу просто сработать, вот как я работаю для зрителя. Естественно, это без желания понравиться. Вот тот этот плюс может сыграть очень злую шутку. Ну я думаю, надеюсь, во всяком случае, что все будет хорошо. Вероник, хотите бенефис? А почему? Вот у Максима Галкина в 25 лет или в 26 был бенефис. Хотите бенефис? Ну, можно было. Вообще, как на ваш взгляд, бенефис это по возрасту, по заслугам? Или когда есть что показать? Нет, нет. Это вот у Петра Львовича мы, нам было 30 лет, а у нас уже бенефис был. Он вот и старшее поколение, и мастера, и молодежь. Спасибо вам большое. Я вам желаю бенефисов. Кричу вам в очередной раз. Браво! Спасибо огромное, что пришли. Со зрителем прощаюсь до следующей пятницы. Проводите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!